Объявлен победитель открытого международного конкурса архитекторов, проводимого Москомархитектурой и группой компаний А101 на разработку концепции общественных пространств в жилых комплексах Скандинавия и Белые ночи. Первое место заняло архитектурное бюро МЛА Плюс из Нидерландов. Это была все-таки кросс-масштабная задача, которая была поставлена. Это нужно именно доказать, что концепция, имеющая масштаб охвата буквально регионального, может выражаться в том числе и в каких-то деталях, в каком-то архитектурном дизайне. Это редкость. Что интересно в этом конкурсе, то что конкурс сугубо проведен девелопером и видно вот эту связь с реализацией. То есть видно, что он скоро пойдет в стройку. И это важно. Перед конкурсантами стояла сложная задача – насытить территорию разнообразными и разноплановыми типами общественных пространств. Кроме того, вся совокупность парков, зон отдыха и рекреации, спортивных объектов, объединенные в проекте, должна была гармонично сочетаться. Предел претензий был показать, каким образом может быть выражено через дизайн отношение к живой природе. Что для ближнего Подмосковья и для новой Москвы актуальнейшая проблема, как мы поняли, когда интерпретировали задачу для себя. Нам хотелось бы, чтобы в нашем проекте, когда в Новую Москву приедут люди, чтобы там сохранился лес, природа, чтобы им действительно была возможность смотреть на белочек, оленей. И чтобы вот это взаимное сочетание людей и природы не испортило природу, а только обогатило ее. Участникам конкурса предстояло сделать проект комплексного благоустройства и продумать размещение коммуникационных и спортивных площадок, зон отдыха, арт-объектов, парков, пешеходных и веломаршрутов. Также крайне важно было определить экономические возможности местности. Сформировать и корректно посадить на заданный земельный участок перечень объектов, концессионные доходы от деятельности которых в дальнейшем позволят содержать и обслуживать территорию. Поэтому материальное окружение и пространство, которое проектируется, это только инфраструктура для того, чтобы эти интересы возникали. Эти сервисы люди предоставляли буквально друг другу. И именно поэтому мы наставили на том, что наш проект предлагает не матрицу функций, не продажу каждому потребителю то, что он может, допустим, хотеть, а может и не хотеть. А возможность для того, чтобы самим реализовывать свои интересы и развивать свои запросы, развивать себя. Сегодня у людей все больше и больше свободного времени. И как раз таки, как применять это свободное время, стоит такой вопрос, и город предлагает нам в том числе на это ответ. Когда мы создаем пространство, в котором можно что-то делать, причем ты сам должен определить, что это. Какие-то пространства для групповой деятельности. Например, места, где родители могут играть с детьми. Такое редко у нас существует. Место, где можно вместе что-то смастерить, какой-то соседский центр. То есть такие места просто обогащают повседневные социальные практики людей и делают их просто счастливее. Субтитры создавал DimaTorzok